В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Ставить или нет прививку? Мнения разнятся. Сегодня мы попытаемся ответить на часто возникающие вопросы. Итак, насколько длителен иммунитет после данной вакцинации? В этом сезоне используется вакцина гриппол. Состоит она из двух видов антигенов. Препарат инактивированный, то есть вакцина неживая. Препарат высокоочищенный. Формируется иммунитет спустя 8-12 дней после проведения вакцины и сохраняется до 12 месяцев. Учитывая высокую степень мутации вируса гриппа, прививку рекомендуют составить ежегодно. Выделяют ли группы профессии, для представителей которых вакцинация от гриппа обязательна? Работники медицинских, образовательных учреждений, работники сфер обслуживания, торговли, милиции, военнослужащие. То есть все те, кто по роду своей деятельности вынужден общаться с большим количеством людей. И дабы не заразиться от людей, с кем общаешься, и самим не стать источником заражения. Таким контингентом прививаться наиболее рекомендовано. Вакцина ставится без ограничений по возрасту. Детям начиная с 6 месяцев. Решение в таком случае принимают родители, взвесив все за и против. Вакцинация взрослых также дело добровольное. А вот насколько безопасно ставить прививку беременным? И обоснованы ли опасения, как вакцина отразится на здоровье будущего малыша? Проведенные исследования доклинические показали, что ни эмбрионотоксическим, ни тератогенным действием, то есть на рост развития плода, вакцинация не влияет. Ребеночек рождается здоровым. Кормящим мамам вакцинация тоже не противопоказана. И наиболее безопасна также вакцина во второй и третий триместр беременности. Довольно часто встречается вопрос, существуют ли абсолютные противопоказания к вакцинации и может ли сам препарат вызвать аллергию? Абсолютным противопоказанием для вакцинации грипполом является аллергическая реакция на куриный белок и на компоненты вакцины. Либо же, если в анамнезе у данного лица на введение противогриппозной вакцины развилась аллергическая реакция. Относительным противопоказанием к прививке служит острое респираторное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой. В таком случае прививку откладывают до выздоровления. Особой подготовки перед вакцинацией не требуется. А после прививки данной области рекомендуют не мочить в течение суток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова